Привет всем! Я нахожусь сейчас в Праге, а моя подруга Ирина согласилась любезно на мою просьбу снять её дом в Праге, потому что мне очень интересно, и я тоже думаю, другим людям будет очень интересно посмотреть, какие же дома в Праге вообще. Ну вот для нас, для русских, вот такой вот дом, вот наверху у них терраса, второй, первый этаж, но такой дом в Праге считается одноэтажным, то есть первый этаж считается нулевым. Сейчас осень, Ирина убрала уже все свои уличные такие вот, допустим, маты вот на которых сидеть, подушки, скачели тоже подушки убрала, тут у них мангал стоит. Здесь очень симпатичная ситинг-эреа, уличная аэреа, вот, с плетёными, так сказать, диванчиками, столиками. Тут закрытый, уже холодно на улице, закрытый бассейн, очень симпатичные подвески всякие, виншайн висит. Вот это вот вход в зал, здесь тоже виншайн, очень симпатичный вид лягушечки висит. Старинная колонка для красоты установлена, садовые скульптуры, камни, также вот здесь вот я вижу под ёлочкой, под голубой ёлочкой, у неё находятся гномики, господи, грибочки, забыла сказать. Это цветущие кусты, здесь огромная липа, вокруг идёт забор из хвойных деревьев. Ну вот такой вот симпатичный домик с черепицей, такой милый, с огромным окном в зале, это дайнинг-эреа, где кушают. Вот, здесь ангелочки, и мы входим, вот здесь вот въезд в гараж, здесь вход в дом, также есть вход в дом из гаража, естественно. Тут у неё симпатичные цветочки, птичка стоит на окошке кухонном. И вот получается вот такой вот высокий вход двухэтажный к ним в прихожую. Ну, очень большая прихожая. Вот это вот вход в гараж. Сейчас машины нет, Ира уехала, тут у них велосипеды. Ира уехала делать ногти, я снимаю, чтобы ей не мешать. Такое симпатичное окно с кактусиками. Здесь вот тоже выход на улицу есть, но у них здесь газонокосилки и всё остальное. Тоже вот этот вот заборчик из... Ой, господи, я забыла вообще назвать этой травы. Ой, травы, господи, кустарника. Ну, еловый кустарничек. Вот это вот подсобное помещение, в котором находится тен для обогрева дома, морозилка и вход в подвал. Подвальное помещение, там у них тоже есть бассейн. Вот это вот выход на вот эту улицу. Там у Иры раньше были зелень всякая посажена вот в этих вот бадьюшках, больших горшках. Сейчас осень. Так что вот это вот получается вход в сам дом уже. Первый этаж. Снимаю обувь. Привет, привет, Джерри. Джерри уже 9 лет. Тима, хорошая, Джерри. Здесь, я думаю, что вход в подвал тоже из дома. Здесь боксинг-клазет. Для одежды шкаф большой. Большая... Большой клазок, вот то есть шкафы по периметру для постельного, для их белья. И здесь вход в ванную комнату именно хозяев дома. То есть большая ванная и большая душевая кабина с окном, с туалетом, естественно. У Иры тут живой цветок был, я смотрю. А вот эта дверь уже идет в спальню. Но мы сейчас зайдем с другой двери в спальню, чтобы было понятно, что вот вход в хозяйскую спальню. По-английски это вообще называется мастер-бедрум. И получается мастер-бедрум у Иры как раз идет с двух сторон вход. Вот это вот гостевой туалет. Только для гостей на первом этаже. Здесь находится биде, туалет, аммунитаз, маленькая раковина. Это я, привет всем, из Праги. То есть сенсорная водичка. И тут вот такие симпатичные кошечки сама поставила. Так, и заходим. Вот здесь вот уже будет вход в спальню. Огромное зеркало на входе. Меня тут немножко видно. Хозяйская спальня Ира. Ну, кровать не буду снимать. Столик, все, большое окно. Естественно, телевизор большой, клазет. Вы видите, то есть большой шкаф. И вот из хозяйской спальни точно так же вход в ванную комнату. Вот мы уже здесь проходили, так сказать, да. Тоже вот большое зеркало. Большая ванная. И вот мы попадаем в вокинг-клазет. Давайте пройдем тогда еще раз. Также из хозяйской спальни можно попасть на кухню, вход. И в дайнинг-кэррию вместе с залом с объединенным. Видите, дайнинг-кэррия. Вот это вот большое окно, которое я с улицы вам показывала. Это дайнинг-кэррия. Очень красиво Ира украсила. Сейчас же осень. Вот осенней такой композицией. Также у нее здесь висят на люстре осенняя композиция висит. Очень красивый кораблик стоит возле окна. Так, детки. Тут кинжал, старинный пистолет. Всяческие в морской тематике лодочки, подсвечники такие в морской тематике. А вот эту бутылку Ира сама украсила. Обтянула ее, наклеила раковины, которые они с Италии привозили. Очень красиво смотрится. Вот такой вот красивый корабль. Ну и вот в дайнинг-кэррия получается. Это вот все один комплект. Стулья, столы. Мэри там бегает собачка. Здесь эре отдыха. Ира очень любит украшения всякие. Вот очень симпатичная вазочка. Тоже украшения на осень, осеннее украшение. Да, Джерри, что ты хочешь, Тюму, хочешь, Джерри? Очень много всяких вот таких статуй для декора дома. Они привозили из разных стран. Очень много везде путешествовали. Какие-то такие вот интересные лошадки. Ну, как ее лягушка какая-то большая. Вот здесь огромная лягуха на яйце сидит. Также очень интересные вазы. Посмотрите, да, с росписью. Получается, везде цветы. И из дайнинг-кэрри вход. То есть открытый ливинг-рум, открытая гостевая комната или фэмили-рум, как можно сказать. Вот это вот, кстати, выход наружу, где я вам показывала ситтен-кэрри. Вот эти вот плетеные сидения. Вот как раз подушки все Ира убрала, чтобы потом убрать в подвалах. Здесь Ира собирает домики. Такие известные всякие, керамические тоже, с разных стран. Вот они, где путешествуют. Отовсюду Ирина, разные домички. Вот видите, везет. Вот это, видимо, с Германии. Ну, очень много здесь домиков. Всяких таких красивых. Также в зале у них настоящий камин. То есть живое пламя. Он топится дровами. На камине тоже Ира со всяких поездок привезла очень много таких элементов декора. Ну и вообще, как памятных. Слоники из разных стран. Какие-то интересные гномики. Рыбак какой-то вот с такой рыбой. Серьезный рыбак. Такой более простой, поменьше рыбачок. Вот это вот из России. С озера Байкал. Вот на вытяжке, на такой кованой. Висит тоже с озера Байкал. Вот там какая-то такой оберег, короче говоря. С разных поездок. Вот здесь тоже рыбак. Ну такая тема. У них яхта есть. Так что вот у них тема рыбаков. Андрей, кстати, сейчас на рыбалке находится. И вот у них такой вот морской темы или рыбачий. Вот связанный с водой. Очень много циндонави, скорее всего. Здесь интересная кобра деревянная. Какой-то рыцарь. Крестоносец. Очень интересная. Такой как мозаикой выложенная. Ящерица. Тут первоматровая ящерица. Это вот такая экибана из орхидеи, роз и шариков. Из-под пива или с пивом. Бочонок уж не знаю. Может быть наоборот с каким-то серьезным алкоголем. Не буду ничего говорить. Вот здесь статуя быка. Вот как один в один на Таймс-сквер. Интересные такие обезьянки из металла выполнены. Видите? Ну, это для камин. Штучки. Тут на одной из стен висит колокол морской. Можно позвонить. Вот на Эре, где отдых. Эре отдыха. Да, вот напротив дайнинг. Часы. Маски. Из Венеции. Фотография Полины, младшей дочки. Ну, и, конечно же, цветы. Так что вот такой вот первый этаж. Большая-большая комната. И великолепное окно. Мне очень нравятся большие окна. Смотрится великолепно. Ну, и Ира уже приехала. Вот вход на кухню. Я вам покажу кухню. Ира приехала. Решили пообедать. Так что вот видите, как симпатично смотрится за стол. Вот получается здание Анкареи. С обеденной зоны вход в кухню. Кухня объемная. По периметру шкафы. И очень мне нравится барная стойка. И островок для готовки еды. Вот с такой вытяжкой. С гранитной столешницей. Тоже для хранения ящики приспособлена. Тут же Ира на вытяжку налепила целую кучу магнитиков с разных стран, где они были. Вот они все пошли, пошли. Также украсила осенней композицией. Вот на такой тележке корзиночка. Симпатичные масленицы для муки, штучки. Ну и вообще все кухонные принадлежности на одной из стены. Полочки с иконами. Тут холодильник. Вот это вот холодильник. Здесь кофеварка. Макровые. Микроволновка и печки две. Тут для хранения тоже два окошечка. Одно узенькое. Одно большое. Очень красиво смотрится. Большое окно на кухне. Как раз рядом с мойкой. Можно кушать готовить на такую же каменной столешнице. И смотреть в окошко на симпатичное вью такое. На их еле. Тоже кораблик на полочке. Спасательный круг. Много тематики такой морской. Тематика кухонная. Вот украшения. Вот это вот русская. Смотрите, как хохломалушка. Здесь, естественно, хранение. Здесь стиральная машинка. Тут машинка посудомоечная. Такая вот уютная, удобная очень кухня. И с этой стороны барная стойка. Тоже вот задняя стенка каменная. И тоже вот мелкие такие всякие украшения у Иры. Подвесные вот эти штучки мне нравятся. Из Праги чешские колокольчики керамические. Здесь сама Ира Декупаж делала. То есть вот эти вот рисуночки. Так что вот такая кухня. И вот здесь выход из кухни второй в коридор. И подъем на второй этаж. Лестница. Гобелен. Очень красивый гобелен. Опять же, база с цветами. И получается, поднимаемся в такой большой коридор, который тоже украшен какими-то цветами, вазами, какими-то такими интересными статуями. Вот сюда попадаем здесь кабинет тоже с большим окном. Сейчас я его занимаю. Ну, большой кабинет. Такая просторная комната. Здесь комната тоже для хранения. Тоже цветы. Тоже зеркала. Здесь гладильная доска. И для уборки все. Пылесосы. Так что такая вот комната для хранения. В коридоре картины, которые Ирина сама нарисовала маслом. То есть вот такая очень талантливая подруга у меня. Видите? Красочные такие. Вот это вот в китайском или японском. Японском, наверное, стиле. Напротив картин. Две комнаты детских. Одна старшей дочери. С двумя окнами. И младшей дочке Полинки. Тоже с двумя окнами комната. Из пиванина с электронами. Ой, сколько здесь много вееров у Полинки. Даже не видела. Ой, вот как раз из Полинкиной комнаты выход на террасу. Посмотрите, какая терраса здоровенная. Такой балкон огромный на втором этаже. Так что вот. И вот это получается для гостей. Туалет. Только для гостей. Вот кто пришел. Вот уже сенсорные датчики стоят. Здесь украшены птичками. Ну и здесь это именно туалет. Туалет здесь. Подмывалка. Как их на... Ну не биде же это, да? Ну подмывалочка, да? Вот. Выключила свет. И вот это вот уже детская. Для двух детей. Ванная. Это их ванна. Их туалетом гости, естественно, не пользуются. То есть два умывальничка у детей. Ванная с душем. И туалет, естественно. Это тоже чисто детский туалет. Никто его не использует. Вот такой вот один из домов. У них два дома в Праге. Вот один из домов в Праге. И по-пражски мы смеемся все время с подругой. Дом называется халупа. Или же барак. Допустим... Сейчас подошла к окну просто в кабинете. Допустим, гречневая крупа называется поганка. И я смеюсь с сырой. Говорю, вот. Живу в Праге. В халупе. Ем поганку. Ну вот такие вот интересные, симпатичные дома. Огромные. В подвале, говорю, еще один. Есть бассейн. То есть два бассейна. Ну, вот кому интересно посмотреть, какие дома в Праге. Ну, конечно, не все такие дома. Это дорогой дом. Ну, вот. Думаю, кому-то было интересно посмотреть это. Спасибо всем. Пока-пока. Пока-пока.